Привет, это Собнятика Нижнуля, и мы продолжаем наши подводные, удивительные и поездатые, можно сказать, потому что у нас мореход теперь имеет три прицепа дополнительных и плюс еще краб. Да, если ты не видел, то в прошлой серии я сделал краба и прицепил его к мореходу, и сейчас он у нас за спиной, последним вагоном тащится вместе со мной. И тащимся мы всем этим составом к точке Z13, это артефакт архитекторов, Алан со мной связался также в прошлой серии, сказал, что он обнаружил новый какой-то сигнал инопланетный, ну, типа свой, и говорит, сплавай-ка туда, посмотри, что же там нас ждет. Вот, собственно, я и плыву, осталось 800 метров, и мы скоро туда прибудем. Опа-опа-опа, корни-корни, надо остановиться, надо собрать, это же питательные корни, ими можно сразу и наесться, и напиться. Годно, будет чем поужинать, главное, чтобы они не пропали у меня в рюкзаке, не проворонить этот момент. О, смотри какой странный корень, без щупалец. Вроде, все, все собрал, отлично, с голоду точно не помрем. Ты это видишь, вдалеке что-то сверкает, сверкает и плавает. Это же медузы, я забыл к медузам, круто. Блин, они такие красивые, интересно, а до них можно дотронуться, или они будут сжечься, как и настоящие медузы? Ну, настоящие медузы, они жгутся своими жгутиками. Глаза-медуза называется, это существо, и причем оно странный такой звук издает какой-то. Так, глаза-медуза обитает на глубоководе, она состоит из трех главных отделов, щупалец, основного тела и колокола. Кончики щупалец покрыты бельминесцентными узлами, привлекающими добычу. Если коснуться щупалец, то они вызывают шок с помощью специальных клеток под названием книдоциты. О как! То есть, трогать эти медузы нежелательно, а то она нас долбанет своим разрядом. Но выглядят они очень красиво, прям вот хочется ручками до нее докоснуться, но делать мы этого не будем. Как говорится, знание сила. Их тут огромная куча, они есть маленькие, большие. О! Конструкция архитекторов, это говорит о том, что мы уже подплываем, 350 метров осталось. Скоро будем на месте. Как думаешь, что мы найдем на точке З-13? 13-е число, кто-то может сказать, что оно не очень везучее. Но сегодня не пятница, и это круто. 13-е число, хорошее число на самом-то деле. А, вот почему их называют глаза медузы. Ты посмотри, если сверху на них глядеть, то они реально на глаза похожи. Офигеть, да и сбоку тоже видно, что они как глаза. Жутко даже как-то становится. Куча глаз, и все смотрят на тебя. Да, теперь все встало на свои места. А я-то думал, почему глаза медузы? Ладно, продолжаем маршрут. Кстати, медуза, она же такая мягкая, она как желеобразная. Я вот думаю, а что будет, если сбить медузу? Давай проверим. А, ничего не будет, она просто повредила наш мореход. Мы заплыли с тобой в очень узкое пространство. Так, я думаю, что мы тут проплывем. Должны, по крайней мере. Вроде входим. Ага, а, оу-у-у-у-у, спокойно. Главное не потерять нашего краба. Все, мы приплыли к точке З. Черт, я застрял. А, о. О, кажется, выбрались. Дальше пути нет. Я думаю, что надо доставать краба. И дальше на крабе пойдем. Хорошо, что я его сделал. Как раз к нашей вылазке. Ну что, крабик, настало твое время. При помощи реактивов залетаем сюда на выступ. Ага. Или давай пройдемся. Посмотрим, что у нас тут есть. Все в тумане и нифига не видно. Завернемся обратно. Тут вот есть маяки, показывающие, что можно сюда зайти в пещерку. А тут слишком узко. Мы не пройдем. Мы широкий крабик. Даже если богом пойдем, не пройдем. А если выше взлететь? Не, не прокатит. Не прокатит. Ох ты, гляди, тут мост. Здоровенный мост. Ладно. Пойдем к мореходу. Сейчас, наверное, прицепимся и попробую я проплыть чуть дальше еще. Может быть, там все-таки есть проходик. Погнали, погнали, погнали. Да нет, видно, что камнями засыпано. И тут, да, точно нет прохода. Тут нету. Ладно, сдаем назад. Жалко, что нет камеры заднего вида. Сдать назад будет проблематично. Как быть? Что делать? Нет, тут точно тупик. Нам надо по-любому назад и искать причал. Давай мы немножечко тут проплывем, посмотрим. Можем здесь поднять 100% и бежать туда. Причал, причал, причал. Где же нам пристыковаться? А, вот, смотри, отличное место. Вот тут вот можно зайти. Здесь, наверное, припаркуемся. Все, погнали за мореходом. Поскольку у меня нет еще термокостюма, но у меня есть краб, а на улице мороз. И у меня только что села батарейка на глайдере, черт. У меня есть запасная батарейка? Давай сейчас проверим. О, еще и мореход надо починить. Так, батарейки нету. Ну, тогда достаем чинительный инструмент и сейчас мореход починим. Моего маленького пупсика. Моего маленького работяшку. Таскает за собой такие прицепы. Все ради меня, для моего выживания. Так вот, о чем это я? Раз у нас есть с собой краб, значит, вылазка на сушу у нас будет тоже на крабе. Там в нем тепло и уютно, и точно не замерзу. Сейчас нам нужно грамотно с тобой сдать назад, не повредив ничего. Жалко, камеры заднего вида нет. Ой. Кажется, там крабику достается. Да, это будет чертовски сложно. Давай-ка мы, наверное, сейчас попробуем развернуться все-таки как-нибудь. Тут слишком узко, но я все-таки это попробую сделать. Я думаю, что у меня получится. Вот, да, получилось отлично. Все, плывем вот сюда, к причалу. К нашему импровизированному причалу. Застрял. Ну же, ну же, ну же, давай, почти, почти, бочком заходим. И давай жопой заезжаем. Да, кажется, получилось. Краб у нас должен стоять сейчас на поверхности, на ледяной, на снегу. И, кстати, плюс нашего костюма краба в том, что он же может еще леща дать. Несмотря на то, что у меня нету ни бура, ничего, я все равно могу калашмарить своими крабьями руками. Вот так вот. Да. Если на меня нападут медведи, ледяные медведи, как я их тут называю, по альфа-версии я знаю, что тут бегают медведи опасные, то я им лещей надаю. Ой, я тут пролезу? Ага. Слишком высокий. Ладно, будем сбираться по горам. Сейчас залезем. А-а-а. Мой реактивный ранец не такой мощный на суше. Он не сильно высоко поднимает. Так, есть предложение залезть на цветок, а потом с цветка. Да, кажется, так получится. Вот. Вот и чудненькое. Ага, тут у нас мост. Там метка. За этим мостом есть что-то важное. Это было важно для Альтеры, но еще важнее для меня. Это поможет восстановить твое тело? Полагаю, да. Ну, в принципе, наверное, я смогу туда на реактивах перелететь, хотя это не точно. Рисковать тоже не хочется. Если что, там внизу вода. Ладно. Давай вначале мы здесь все обыщем. Вот, например, смотри, тут есть ящички. Давай пошаримся. Ой-ой-ой. О, какая-то больнющая высадка из краба. Опа. Вон там что-то интересное. И там причал есть. Нормальный человеческий причал. Пойдем-ка посмотрим. А я пыжился из скал, а все тут оказывается рядышком. Смотри, какой чудесный причал. Ну, ладно. Где высадился, там высадился. Да что ж такое-то? Почему я вечно высаживаюсь и огребаю? Мне это не очень устраивает. Камушки какие-то. Опа. Диски. Давай подберем. Да. Музыку нашел отличную. Еще и булочку. Шикарно. Короче. Походу, когда я буду высаживаться с краба, я отобью себе все ноги. Главное, чтобы переломов не было. Ну, чем нас тут еще порадует? Кстати, я когда играл в раннюю-раннюю версию Subnautica Below Zero, я гонял вот здесь, вот на этой суше, на мопеде. На левитирующем мопеде. По-моему, он лисом назывался. Вот. А сейчас я на крабе. И знаешь, на крабе намного лучше, потому что на мопеде ты замерзал. Поблизости обнаружен маяк комплекса Альтеры. Уникальный идентификатор. Центр робототехники. О, нифига себе! Мы же сюда и планировали идти. Офигеть! Прибыли по маяку архитектора, а добрались до лаборатории робототехники. Это что за маячки? Очень странно здесь все. Пойдем по маякам. Маяки куда-то в ту... Что-то я там вижу снизу, что это такое. Инструмент исследователя. И что же это за техникой такая? Давай почитаем. Размечает ваш путь метками. Облегчает поиск обратного пути. Ааа, понятно. Вот. Это тут вот... Метки куда-то исчезли. Мраморный анимон. Дерево лихорадочного перца. Название прикольное. Так. Я, короче, подобрал этот инструмент. Метки пропали. Странно. Ну ладно. Опачки. А вот и лаборатория ФИ. С огромными вратами. Площадка для высадки ракеты. И запуск, соответственно. Пока что тут очень пусто. Все, видимо... Да что ж ты будешь делать? Все, видимо, в лаборатории спрятано. Ладно, пойдем. Опа-на! Опа-на! Это же робот! Пингвина крыл. Наконец-то я тебя нашел. Отлично. Еще и пультик в придачу. Круто. А вот это что? Какая-то зарядная станция или что? Или маяк? Ну, круто. У нас теперь есть робот пингвинокрыл. Надо будет его сделать. И давай-ка посмотрим, из чего же он состоит. Наш робот пингвинокрыл. Ага, вот он, значит. Титан, провода, силикон, батарея, титан и медный провод. Короче, ничего сложного. Все ингредиенты у нас есть. И если чего-то нет, то легко будет достать. И сделать этого пингвинокрыла. И поразвлекаться с ним. Ну что, пойдем в лабораторию? Я думаю, что... О, там что за пещера? Подождите, подождите, подождите. Давай мы здесь все разведаем. Прежде чем идти в лабораторию. Мне очень хочется тут чего-то упускать. К тому же лаборатория ФИ и точка З-13 находятся в разных местах. А что насчет сосуль? Можно их разбивать? Не, нельзя. Ну это получается, я просто на второй этаж поднялся. А, там вон лесенка есть куда-то. Я сейчас нахожусь над лабораторией ФИ. И здесь, в принципе, ничего нет. Хотя, смотри. Тут вот есть выступ, через который я могу перепрыгнуть. И куда-то дальше пойти. Куда-то в дебри. Не, давай возвращаться. Я уже куда-то ухожу от нашей лаборатории. Я думаю, что я все тут разведал. Давай спрыгивать. И направляться к воротам. Блин, похоже, что я сюда в костюме краба-то и не пройду. Центр робототехники ФИ. Ладно, походу туда на своих двух. Центр робототехники ФИ. Здесь работала Сэм. Может мы что-нибудь здесь найдем? Какие-нибудь документы? И узнаем, что же произошло с Сэм. Центр робототехники. Батареечки. Я, кстати, уже поесть и попить захотел. Но у нас же есть корни. Отличные корни, которые уже начинают загнивать. Надо бы не проворонить этот момент. Хо-хо-хо, посмотри. Это же фрагмент техстанции полярного лиса. Вот как он называется. Полярный лис. Это левитирующий мопед. Но, по-моему, эта станция, она... Ну, просто зарядка для лиса. А самого лиса-то надо еще найти. Вроде бы как, да? Ну да. У нас только станция есть. Ладно. Надеюсь, что я его тут найду где-нибудь. По запчастям соберу. Пойдем обшарим пожилые модули. Сэм любил здесь работать со своими пингвинокрылыми-шпионами. Все люди любят работу. Везучий любят. А ты везучая? Раньше я думала, что да. О, смотри, здесь еще один шпионский пингвинокрыл. Ну, у нас уже есть, что мне дадут титан. Ну, это было очевидно. Еще одна батарейка. Доктор Зета Лэндон. Это ее каюта. Ну, пойдем заглянем, посмотрим. Ого, у нее аквариум большой был. Интересно, интересно. Аквариум у нас уже есть, сканировать его нельзя. Утепленный костюм, е-мое. Это всего лишь фрагмент. А, нет, у меня теперь есть. У меня теперь есть утепленный костюм. Здорово. Надо будет его сделать обязательно. Костер заберем, диск, тоже диск с музыкой, да? Ага, точно, мьюзик. Чай в команде. Я думаю, что эти документы надо будет потом почитать. Еще бутылка с водой. Кроватку давай отсканем. Какая-то она модная, смотри. Там вон капсула на воде держится. В такой капсуле я прибыл. Прикольно. Короче, все документы тут надо почитать. Вроде бы все отсканировал. Потому что здесь Сэм работала, и наверняка что-нибудь о ней здесь говорится. Все, идем дальше. Еще ящичек. Таблетка для очистки воды. Ого. В сочетании с замороженным источником воды, таблетка для очистки может создавать питьевую воду во время исследований поверхности. Но это пригодится. Должно быть, это комната Сэма. Но тут что-то не так. Да тут все перевернуто. Как будто обыск в ее комнате был. Журнал и сообщение. Обратный звонок Дани. Исследование. В общем, в обратном звонке от Дани, Дани это Даниэл, мы узнаем, что она проводила эксперименты над бактерией Хара. А как мы знаем, Хара это очень опасная болячка, которая цепляется вообще ко всему, что только можно. Ей вся планета переболела. Это мы знаем из оригинальной игры. И вот, Сэм же занималась изучением пингвинокрылов. И тут случай узнает от Дани, что она занимается исследованием болячки Хары. И Сэм говорит, ну почему? Это же опасная штука. На что Дани говорит, что Хара содержится в хорошем профессиональном изоляторе. И что они проводят над этой бактерией какие-то там свои эксперименты. И то, что у этой бактерии есть негативные стороны, ее перекрывают полезные стороны. То есть у этой бактерии есть очень много полезных свойств, которые хотят изучить. Ну и соответственно, во все это посвящен определенный круг лиц, там человек пять, наверное. Сэм в это число не входит вообще никаким боком. И теперь немножечко проясняется, почему тут такая разруха в ее комнате. Скорее всего, Сэм узнала то, чего ей не следовало знать. Или же она украла отчет об исследовании. И этот отчет искали. Ну в общем, нам еще предстоит это все разузнать и приоткрыть занавесу тайны. Тут вот еще бусы Сэм лежат, но взять я их почему-то не могу. Зато картину заберу. Ну все, вроде бы здесь я все осмотрел, все обшарил. Пойдем глядеть дальше. О, карта ледникового бассейна. Это бассейн, где мы сейчас находимся. Странно, почему-то раньше я не мог его отсканировать. О, печально, в шкаф не могу заглянуть. О, фрагмент полярного лица. Ну наконец-то, наконец-то у меня будет полярный лис. Осталось только еще два фрагмента найти. Это комната Сэм. А дальше нам здесь не пройти. Угу. Что-то сильно покорежило жилой модуль. Возможно землетрясение или еще чего. А, скорее всего обвал льдин. Да, потолок может быть обрушился, не знаю. Но пока рёбало, тут очень все здорово. Пойдем поглядим, что на втором этаже у нас тут спрятано. Лесенка вот сюда есть. Ну давай сюда заглянем. Тут тоже какая-то разруха, все раскидано. Тоже что ли на этот модуль что-то упало? Да вроде нет. Двери закрыты. Энергоячейка. По-моему энергоячейка у меня уже есть. Ага, титан дали. О, сетчатое волокно. Здорово. Это же сетчатое волокно, да, по-моему было? Да, сетчатое волокно. Но пригодится. Администрация. Здесь наверняка что-нибудь есть полезное. И КПК. О, а вот и КПК Альтеры. Встреча с этой. Надо почитать. О, ты дружка привела? Пингвин окрыл, шпион обучается, мы записываем звук, не возражаете? Нет, конечно. Я видела фото, которое ты отправляла. На что это я смотрю? Ну, это волдари Хара на замороженном Левиафане. Само по себе тут ни о чем беспокоиться, он надежно упрятан. Абрасцельда говорит о том, что он был заморожен со времен эпидемии. Этот штамп сделал планету непригодной для жизни. Если он мутирует... Ты считаешь, что это небезопасно? Очень. Тебе станет легче, если я подниму этот вопрос? За тебя. Ты сможешь опять вернуться к работе? У меня сроки поджимают по полярным лисам и шахтерским ботам. Мне надо, чтобы ты сосредоточилась на пингвинах крылышей. Эээ, да. Это правда обнадеживает. Я ожидала, что придется поспорить. Наша безопасность превыше всего. Я позабочусь об этом, ладно? Спасибо, я не подведу. Спасибо, Сэм. Продолжай трудиться. Ну, как бы мы с тобой понимаем, что Сэм не остановилась и продолжила поднимать эту тему. Вплоть до руководства. И, скорее всего, руководству это не понравилось. И теперь понятно, почему еще и у Зетты такая разруха здесь. Хотя на обыск это не похоже. Тут довольно пусто. Может быть, она ушла с поста? Ладно, пойдем заглянем в другую комнату. А это не комната, это кухня. Кофе не взять. Холодильник? В игре появился холодильник? Но это же шикарно. Чтобы не портились продукты. Это просто чудесно. Еще одна КПК. Кто со мной? Гляди-ка. Здесь, оказывается, портал архитекторов еще есть. Обалдеть. Такие порталы мы видели в оригинальной игре. В первой части. Но он здесь, походу, не работает. Короче, в прошлом сообщении, кто со мной, Сэм пыталась подбить команду, чтобы они пошли против руководства. Что исследование над Харой это небезопасно. И, короче, Сэм возглавила бунт. А бунт на корабле обычно подавляет силой. А главаря этого бунта обычно казнят. Но я надеюсь, что Сэм все-таки избежала этого наказания. Хотя, если все это проходило незаконно, ну, в смысле, исследование бактерий Хара, то, возможно, Сэма даже и убили. Но давай не будем забегать вперед. Я уверен, что мы найдем какие-нибудь достоверные факты о том, что Сэм все-таки выжила. Телепорт Хара мы отсканировали. Ну, в принципе, он нам шибко-то и не нужен. В нерабочем виде. Что-то какое-то зеленое свечение. Кстати, мы с тобой не раз слышали об изоляторе, где находится бактерия Хара. А где же этот изолятор? Возможно, этот телепорт туда и ведет. И, скорее всего, нам предстоит этот телепорт как-то запустить. А может, и не предстоит. О, еще одно сетчатое волокно. Ну что, вроде бы я здесь все обыскал. И первый, второй этаж. Тут всего два жилых модуля, раздавленных. Жалко, конечно, что я полярного лиса не собрал. Все кусочки. Здесь. Видимо, они еще где-то разбросаны. О, вот еще одна станция полярного лиса, но это не то. В общем, за этими жилыми модулями я пробежал через эту пещеру. Здесь ничего нету. Очень странно. Ложили бы сюда кусочек полярного лиса, чтобы я мог отсканировать. Странно. Зачем это пространство? Вообще ничего, пусто. Ну все. Получается, что лабораторию робототехники мы с тобой полностью обыскали. Узнали какую-то крупицу информации о Сэм. И появилась куча догадок. И, кстати, у нас есть карта этого ледового бассейна. И мы знаем, что этот ледовый бассейн довольно большой. Нам еще предстоит много чего тут исследовать. Так что мы отсюда не убегаем. Точнее, из лаборатории мы выбегаем. И идем исследовать точку Z. Z-13. Ну и сам бассейн тоже будем обыскивать. Ну все. Лаборатория ФИИ, спасибо тебе за все. Опа, нифига себе. Если бы я чуть быстрее побежал, мне бы на башку это упало. Опасно, опасно. Ну что? Я думаю, что на сегодня нам хватит. Как говорится, знай меру. Поэтому закругляемся. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео по Субнатике. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. Продолжение следует...